да я тут я тут добрый день сегодня я не курс проследует на остров никого ждать не нужно этого частный самолет только для вас в принципе может быть загружаться на острове ваш бы вас будет ждать экскурсионные автомобили мы с вами пройдем небольшую экскурсию заглядываем в собачок который там возвели покажу некоторые замечательности интересные места ну давайте поехали все тогда загружаемся в самолет и вылетаем можем зайдем спец спец да сейчас я настрою чистоту на вас так все я тут на джетте же вылетать огромный у меня схожу да где-то находится плюс-минус на востоке сейчас мы будем пролетать армейский авианосец да да мы будем пролетать всего мимо на но там я воздушное пространство заранее запросил поэтому проблем не будет нас никто не забьет точно я еще хочу вот там избавляка уже виднеется в принципе авианосец мимо него пролетим и можно будет уже лицетереть виды самого острова на самом деле я скажу что остров не настолько необитаемый там все все таки есть освоенные жителями места уже построен особняк там построено место для отдыха такой небольшой даже лагерем на самом деле это не назвать скорее место для каких-либо путовок там полностью есть сцены есть колонки есть софиби об этом я а вы наверно с туристическим круизом да главное сейчас сесть аккуратненько немного жесткая посадка в конце получилось надо было ничего страшного ладно так все самолет принципе припаркован да вот подготовленные это у нас джип рубикон так что касается острове мы сейчас находимся на самом краю острова это у нас примерно юг острова здесь у нас располагается аэропорт в принципе открытое воздушное пространство но все равно лишний раз лучше запрашивать разрешение на посадке и что касается интересного где в центре острова на берегу опять же располагается вот эта вот зона отдыха есть достаточно крупный особняк раньше этот особняк принадлежал наркоборона но наши попростная полиция вместе с бр просто закрыли полностью там полностью все очищены и вместе с под эксплуатом вот здесь даже остались смотровые вышки людей наркобарона не сидели сверху с автоматами там с ринтовками чтобы просто прослеживать местность промышляли работорговлей поэтому тем более нужно было так здесь у нас располагается небольшой портик отсюда в до наркобарона мирные рыбаки плавляли свои лодки выходили в открытое море чтобы просто выравнивать рыбу здесь у нас хорошо помотится лосось в определенное время года да тут потом а я думаю что наше государство добавят лодки сюда доставят и каждый желающий сможет в аренду взять лодку и выйти в открытое море там даже некоторые суда остались он слева большой корабль который до сих пор еще не спустили на воду лодочки заброшенные фигу они родны и а это даже синхроны это нормально не нет такая если хочешь садись сам за руль чтобы это просто проблема рейджа самого так что у нас дальше поедем немножко дальше по острову и справа дорога она вам здесь не ошибаюсь никуда не ведет это просто она ведет так сказать красивым видом и как раз таки к тому самому кэмпу о котором я говорил сейчас мы немножко здесь по дороге проездить просто обычная дорога проселочная поэтому принципе используется джип рубикон на обычных машинах особо не поездить вот есть ворота ворота перед нами кстати вон остались даже какие-то ящики под видом рыбы которого наркотики предоставляли но теперь они пустые используются просто как декоратив что касается живности здесь у нас есть различные виды птиц в редком случае можно встретить пугая вот это везде не структуры невнимательные люди лучше чтобы нас тут не было вот есть по моему где на кай в горах водится но они вылезают только ночью а также в пещерах вот это вот небольшой такой кэмп здесь принципе люди собираются отдыхать когда проводятся групповые экскурсии вечером здесь можно устроить вечеринку пуль диджея доски для серфинга желающего ате со вчерашнего еще дня кассер чик горит догорает вот здесь небольшие палаточки можно прилечь называемые принципе все оборудовано и вечером диско шары включаются включаются фонарики включается цвет софитов также вот у нас есть бар в борисе всякие напитки есть небольшая за курт по типу киви лайма лимона и вернись к шарам а что еще раз оружие хочу достать лучше не стоит все таки у нас мирный экскурсии да и дачу что нибудь его нам сделают одним из шейкер 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 вот он вот мой шейкер так немножечко добавим лимончиком так что у нас тут еще есть такое интересное то у нас будет хорошо сочетаться с лимончиком такой возьмем текилки немножко это все замешаем и вот ваш картельчик а все он вас должен быть окруте инвентарь страшно это наверное с вчерашней конкурсе осталось да так так что у нас дальше по планам дальше я думаю поедем уже вглубь острова дам различных развилок дальше не укачай подвеска хорошая особняк мы оставим на самый конец смета ам интересно и там есть различные подвалы где наркобарон хранил свои различные помененные драгоценности дыни причем не только свои да там есть вход через улицу единственное что дверь закрыта на замок но радует что у меня есть ключи вот кстати это контрольный выпускной пункт на самом деле все эти сооружения если в какой-то момент времени остров решит обживаться нужно будет сносить потому что такая атмосфера действительно как будто здесь до сих пор да в принципе минут как сейчас у нас здесь сделано что мы проводим экскурсии но знаете как проводится политика и в принципе бизнеса даже экскурсионные места можно выкупить не жаление в большом и здесь тоже кстати небольшая пристань есть небольшой заливчик вот получается сзади нас из по правым окнам также спускали лодки и можно было выйти через бухту небольшую как раз нашего компа где мы там проезжали и смотрели можно было выйти опять же в открытое море будет не хочется достаточно большой рыбовский домик который также используется под склад там хранятся какие-то старые лодки которые еще не доделаны опять же вышка справа от нас небольшой кружочек сделаем опять же здесь тоже кто-то у нас обитали рыбаки здесь также использовались в хранении нелегала красиво остались ящики некоторые также вот только ничего страшного просто точно хороший был глав к особняку это прошло вот здесь гараж был здесь чинились моторы лодочные чинились различные буксиры полностью ремкомплект далее слева тоже видно вот эту пристань там можно было спустить корабли корабля небольшие лодочки и ялы на на воду остались контейнер с топливом лодочным какие то что ты ездил на керосине что-то даже не ездил правильно сказать ходила на зине на дизеле 1 бензин буч да там еще там бензин и по-моему еще есть масло где-то тут расположено вот впереди от нас краски бочки с маслом и бочки так же я доверю на него там ничего страшного здесь достаточно безопасно если я окульки не кидать и и спички не разбрасывать думаю ничего не загорится это замечательно здесь у нас небольшой амбарчик тоже немножко сюда заедем а вот впереди у нас получается рабочий стол одного из рыбаков там что-то чинилась по мелочи там хранились снасти хранились сами сами удилища и так далее у нас мы едем немножко вглубь острова здесь также расположены ангары ангар этот отапливается для в случае того что может начаться шторм во время экскурсии именно оборудован для того чтобы можно отлично это наш тоже небольшой жилой домик если у людей есть желание остаться здесь с ночевкой но на самом деле люди не используют в основном эти домики и ночью ночевают краски в кемпе на пляже нам под звездным небом это немного интереснее конечно все немножечко впору поднимаемся да ушки-то закладывает уши закладывает а есть немного от перепада высоты но все-таки это не чили от здесь такого эффекта нет а здесь также вид мы отсюда вон видим как раз таки наш аэропорт куда мы приземлились и видит да и видно военный авианосец да он сейчас находится на базе своей прибытия ну лучше бинокль конечно тоже бинокль осматривают периодически остров связь за экскурсиями потому что люди разные бывают и один картель на крылье может здесь устроиться другой поэтому сейчас мы направляемся в сторону особняка вот краски мы начинаем видеть но сейчас это не зона наше прибытие мы к нему вернемся проедем через кпп вот это небольшое особняк достаточно большой то даже не особняк здесь именно большая территория с несколькими зданиями основными так едем дальше заглянем сюда здесь у нас опять же смотровая вышка вот это место сеге является одним из самых высоких здесь мы можем подняться с вами на и я смотрю поднять да я говорю можем подняться на самое вообще высокая точка это вот там вот перед нами получается там не смотровой площадке поэтому мы проводим здесь тут наверху открывается идеальный особняк на весь и в принципе на весь смотровая площадка открыта можно подниматься подниматься так ух какая красота какая красота какая красота открывается большую рыбацкую даю даю там да я там у нас открывается вид на дамбу кстати можно дамбу потому что во время прилива часть острова начинает затоплять поэтому дамбу дамбу ну и вот у нас кстати мы можем с вами попробовать к даме подъехать а вообще там нет дороги но я думаю что ничего страшного мы там как нибудь проберемся все таки у нас джип джип ну конечно не прям везде он проедет проедет но все таки аккуратнее техника безопасности превыше всего уже в автомобиле я у нас по планам мы немножко проедем чуть дальше контроль поставлю на 60 чтобы было удобнее дать так ну там у нас расположена антенна в принципе антенна там уже хорошо да как пора съедим про не съедим немножко переграде но здесь у нас выращивается получается нет всю к нам уже вывели это по моему растут амад плантация справа здесь так вот это кстати я не помню что конкретно за кусты без плодов на самом деле достаточно сложно узнать туда справа то что в теплицах там растет клубничка и конечно по стандарту у нас как на любом острове растут пальмы с кокосами куда же без них так едем дать кучу м г г г г г г г г но и возможно им это очень сильно отличается ну вот я и говорю то что это аномальная зона все-таки остров не так давно у нас оборудован для проведения здесь также вот небольшая такая вот зона здесь получается океан здесь хранились какие-то спецсредства картеля подавали сигнал отсюда да и очень шаль что в свое время его захватили люди нехорошие его можно было использовать для более да именно он самый самый известный которого который все-таки смогли раскрыть там у нас есть маяк к маяку достаточно будет сложно спуститься но сейчас до конь разворот здесь у нас расположен небольшое такое кольцо также смотровое здесь пытались что-то соорудить возможно это была еще одна вышка возможно это допустим какой-то домик застраивали да ну не против от своего имени так что касается дамбы сейчас мы немножечко прокатимся тогда аккуратно по уже не пригод к дороге но все-таки попробуем пробраться в той самой дамбе достаточно да здесь на расположена две дамбы и вот опять же как и говорил вода поднимается и ею маяк кайдку с частью острова для этого и создам ахтамба я ближе к нему и альбе к 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 да к сожалению еще острова нашего имена штата лос-сантос не вылим если бы было видно то вид был бы вдвойне ничего страшного так сейчас будем осенью немножечко выезжать и двигаться в сторону уже особняка мой подруги позадаю да почему нет да верно я старший администратор проекта пластик также являюсь куратором кустарственных структур очень сложно на самом деле назвать точную дату к сожалению я был не с самого основания этого проекта меня пригласили здесь по работам с администратором вот проект был создан примерно наверное месяца два назад за этим месяц было проделана колоссальная работа был не были переписаны многие механики но администрация старается мы очень сильно многим работаем над правилами над механиками придумаем какие-то идеи но конечно самый главный у нас реализатор всего это наш основатель для пласти brain да сразу видно просто отношения в принципе к проекту то что человек горит да и старается на всем этим он вкладывает колоссальную работу помимо проект у каждого снова есть через своя жизнь как бы совмещать все это на уметь и стараться так что касаемо самого проекта у нас версия 11 здесь синхронизация настроена ну пока в плане стрельбы синхронизации это практически бы down идеально да именно вот и что касается остального к сожалению все таки это зависит от самого red age из-за того что 11 сих пор в бета-версии находятся есть ряд каких-то проблем которые можно решить в данный момент времени но я думаю что в скором времени речь перейдут уже в основную версию 11 и какие будут эти проблемы исчезнут а что касаемо именно того что зависит от нас сроки все какие-либо недочеты которые находятся со временем по эксплуатации так сказать сервера они решаются буквально там кратчайшие сроки обновление он ходит практически каждый день происходит какие-то мелкие обновления вот как раз ки примера вчера был добавлен вот этот остров и дали придумывать именно функционал самого острова я тоже на самом деле не знаю добавил или кто-то этот остров ну да то я тоже не знаю добавили его где-то или нет в принципе как-то не слежу с другими проектами мне они просто интересные я вчера смотрел стрим там ну синий знающий ну синий знакомый они там в эти дела у он играет на другом части на котором я раньше играл и ну вот тем более если это реализовано как можно быстрее то людей это привлечет да и в принципе отношения администрации к игрокам мы очень сильно стараемся каждому игроку помочь по мере своих возможностей с каждому уделить время ответственный ум про если вопрос требует личного присутствия прилететь к человеку поговорить с ним именно лично и кстати я это заметил и мне очень нравится что ваша работа ну это очень понятно и я я не 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 как бы подлитвы или что-то еще вот реально я вижу как бы работать я еще не видел ни на одном проекте так сейчас мы попробуем на территорию попасть здесь ворота закрыты к сожалению пока что но мы немножечко сейчас так сделаем так ладно пока без машины будем и в принципе можно немножко пройтись по территории краски посмотреть сам особняк и еще ответить на него если они остались остались ну ну больше по багам и по этим блин а ты не можешь не вести за собой наручники только если надеть но я не я не я не успеваю говорить ну я просто не так быстро буду ходить просто нет ммм чё я говорю а папу папа 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 уже незначительными баги россия на остаются багами и их кратчайшие сроки как только мы узнаем о на каких-либо багах я вчера сталкивался случайно с одним, и баги, где машины не закрываются, и люди могут все высадить. А, да, есть такая штука, а это уже у нас проработки идет, мы уберем, будет проблем с этим. Надо мной так вчера наш сотрудник отчутил, я одну минутку отошел, я веду, да, 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 на самом деле много игроков обращаются с какими-либо вопросами, onlyщих и по мере возможности все помогает. Да. Потому что не только у игроков игровые вопросы остаются вопросы по поводу функционала допустим. Мне эти функции очень нравятся, я бы вам посоветствовать, если бы не хочу, положить себе кнопочку F10. По поводу биндов, этот вопрос поднимался, достаточно сложно реализовать, потому что все-таки RAID 1.1, здесь очень многие кнопки очень сильно отличаются от 0.37 и для того, чтобы дать людям возможность любить каждому так как удобно, нужно полностью составлять список задействующих, задействованных кнопок, а их достаточно много и причем нужно учитывать каждую тракцию. То есть, допустим, у ЛСПД и у ФИП есть функционал, допустим, на кнопку Z, это вести за собой. Также есть функционал мафио-банд, когда они надевают стяжки. А у обычных игроков кнопка Z никаким образом не задействована. И таких кнопок достаточно много. Нельзя использовать нампад, нельзя использовать многие F-ки. Многие кнопки тоже задействованы по типу, допустим, C-ки, которая дает возможность смотреть назад, V, которая изменяет вид, M-кифон. Это достаточно сложно реализовать, поэтому в будущем... Вниз... Убрать телефон, в принципе, это можно сделать, но... Убрал... 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 Микрофон... Скоро добавится новый. Полностью новый. Именно свой, наш личный. И к нему, я думаю, что мы тоже сделаем билд, чтобы можно было перезагружать не через команду, а допустим, на какую-то кнопку определённую, которую мы именно билдим, чтобы было удобно, а не очень... Убрал... Кучу свободных... F-9... А... Честно, я вот не соглашусь, что F-9 и F-8 свободно. Вот лично у меня F-9 это полет, у меня там ещё что-то... Поэтому это не совсем тоже удобно. Команды... Нет, командами это тоже безумно неудобно, потому что каждый раз когда резко требуется, допустим, прилететь к какому-то игроку именно через флай, это... Ну, каждый раз прописывается в флай, условно говоря, там... И что-то ещё... А как это вы ослабляете игрок в твое место? Ну, да... Что-то через команды, допустим, телепорты, это... Да, команды... Вот... Допустим, если написать... Игроку сообщения, то... Именно если не приходит именно не репорт, а их сообщение, то тоже есть там определённые... Да... Я знаю... Я знаю... Это я видел... Мой дюк... Он был на однике... Я в университете проёт... Ну вот, я думаю, что в прошлом с поговорением не допущусь... Но я пока... В принципе, игрокам... Да... Администрация нашего сервия... Показывает всем, что... У нас действительно хороший сервер, который старается работать... Почему... Убрали... Одеть наручки... А... С кнопок X убрали на 10 наручники... Да... Ну, как бы... Руководств... Служу... Ужду... Ну, руководство почитало, что удобно перенести свой микрофон на X... А... Если... Игроки захотят вернуть всё, как было... Ну... Ну... Мы вполне можем вернуть... Но... Как бы жалоб на это... Не было в основном... Просто все... Обычно игроки говорят, что... Непривычно... Но... Прям... Ажиотажа, чтобы вернуть... Назадок... Я бы... Я бы... Допустим, играю... Одной рукой... И... Мне... Что... С... С... Кнопки... И... Бегая на кнопке... Больше... Надо дать ему... На... Руку... Переставлять... Это с кнопкой... Эээ... Которая старая, или с которой с новой так? С... Ну... Ну... Я думаю, мы тоже рассмотрим это... Подумаем... Насчет... Либо... Можно... Смотеть... Ну... Может быть... Может быть... Что... Ну... Какую... Кабанку... Все... Именно я... По меня... Есть... Ну... Посмотрим, да... Это нужно будет все решать... А... Ну... Я один... И решаю... Да... И... Такого... Что... Допустим... Один кто-то что-то хочет сделать... И... Делается... У нас именно... Если этот человек хочет что-то ввести... А у нас этого поднимается на обсуждение... Мы это вместе... Обсуждаем... Вносим зай... И... Учетом коллективов... Мы уже решаем... Вопрос... А... Еще... Когда долго... Не трогаешь... Мышку... И не трогаешь... Вообще... Это... Не... Не бегай... Ну... Не бегай... Ну... К сожалению... Очень удобно... Для... Готов... Ну... К сожалению... Это... Функционал готова онлайна... То есть... Как бы... Саму игру... Мы... Переписать не можем... Почему... Ну... Не... Не могу дать... Слишком... Я не знаком с... Многими проектами... Ну... Где люди... Там... Такого... Либо... Значит мы можем это отключить... Но это также нужно будет вынести в... А... Предложение от игроков... Да... Объясни... Почему... Это неудобно... Потому... Ты... Хочешь... Просадить... Задержанную... Машину... Прописываешь... Главное... Это... У тебя... Он... Уходит... Ну... Ты... Не видишь... Его... Айди... Вам надо... Любать... Эта... Угра... И... Любать... Просто... В... Через... Грюци... Через... Через... Создал... Машину... Ааа... Ну... В принципе мы можем да... А это так же у нас... в планах немножечко расширить меню фракции то есть от команд нужно действительно отходить то есть если именно конкретный игрокам от команд нужно находить может допустим запихать машину через команды там инкар и через команды через команду полу доставать из машины это неудобно поэтому я думаю что будет удобнее когда g открываем фракцию там будет написано посадить будет а вот краски через g это будет достаточно удобно я думаю то же самое сделать с посадкой тюрьму то есть к камере задержания и вместо команды слэш арест опять нажимать кнопку g и описывать я думаю это все улучшаться у нас сервер молодой и мы все стараемся улучшать да я думаю что в этом ничего страшного у меня тоже не значит рабочий день функционал на диване наручников он не отличается как-то сверхъестественно просто нажимает саджи надеть наручники и человек исковывает наручник меня происходит анимация то что руки назад это не отличается от чего-то еще очень да это очень удобно плюс еще в домах конечно есть можно купить шкаф себе специально ржейный сейф есть есть шкаф для вещей и еще по моему что-то там три таких для них можно каким-то образом оборудовать к себе в доме без сохранять оружие которое вы купили с помощью лицензии а так потом шефу шеф пд выдает но к нам вчера и директор тоже заглядывал да сельский участок в принципе кстати фракции многие живут сейчас пятница день такой что 1 25 декабря я думаю что 0 да именно то что многие что-то уже празднуют многие просто ездят по магазинам бывает различные поэтому онлайн такой вот момент сейчас ну вот сейчас еще человек даже человек принцип пик онлайн у нас человек 50 но при этом все игроки которые к нам заходили они заходили без учета рекламы то есть какой-то рекламные акции у нас пока что не проходила потому что для того чтобы вызывать день сделать сервер так чтобы он не отталкивал он и в данный момент уже очень многие люди говорят когда к нам приходит что сервер очень классный но мы хотим прям будет сделать все у меня есть такая проблема 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 не в сервере проблема происходит опять же один у многих рейдж 11 конфликтует со сторонними программами по типу редукса многие люди у которых есть редукс просто у них не заходит на сервер и у них кратчат и удары потом есть проблема у некоторых что может конфликтовать и мы соевта бернер программа geforce experience возможно тоже у многих он не многих а у некоторых там исключительных людей инфликтует но лично у меня такого нет сам пользует швортинг спирт снэнцы агата решаемо практически особенно да в принципе плюс будущем как бы серверов будет оптимизирован под большой поток людей сейчас сервер и так в принципе он будет выдерживать поток людей но в любом случае и у любого хоста есть и свой предел сколько он выдержит но что человек лист 300 человек он тоже точно должен будет вывести в минимум ты человек может я думаю даже 500 ну да да стоит пока пока что нам этого вполне хватает потому что у нас онлайн не супер большой но в любом случае да мы будем менять даже если у нас онлайн будет 100 человек мы все равно поменяем пост потому что опять же не надел чем больше мы улучшаем тем лучше тем больше людей будет приходить как бы от количества проделанной работы будет зависеть и онлайн и отдачи так сказать игроков если они работают сервером и игроков с ним будет я могу да это это так и это так и есть а точно не могу сказать вот конкретно конкретно очень сложно назвать всем многие да душу не факт кстати на самом деле все за просто все зависит от процесса готовности как только становится вот так только мы все обновляем если это успеет сделать то будет если нет значит нет очень сложно пропускать определенные сроки потому что всегда возникает какие-то можно трудности когда-то трудности нет поэтому все а быстро делается в общем как только так сразу могу сказать да нам значит с вами можно еще вернуться назад на остров на наш основной точно совсем запамятовал вот у нас территория в принципе я думаю здесь тоже можно будет интересно зайти можно тут не во все дома сожалению может быть в этот нельзя сейчас мы с вами найдем я точно сам на езду все не помню именно в самый крупный дом вот вот этот по моему мы можем зайти чуть-чуть чуть-чуть сюда назад 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 сзади туда вот по идее вот этот красный большой дом по моему как раз таки в него мы сможем с вами зайти я так здесь дверь закрыта сейчас я найду на езду все най 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 подойдет так ххххххххххх ну это уже будем смотреть думать да но все равно достаточно нужно будет тогда придумать каким образом остров будет взаимодействовать там где делать делать ну возможно да так все я нашел пойдем сзади так нам получается сейчас вот сюда по лестнице прямо и там слева будет еще одна лестница будет на лестнице прям очень много и будет и сейчас еще выше получается поднимаемся по этой лестнице и еще на по лестнице выше и здесь будет черная дверь вот это черная дверь мы можем все комнаток за я очень даже красивая конечно вот потом еще небольшая такая штучка как лифт да сидит если отца не хочет смотри смотри вот тут да идеально тут он я ящик который должен будет ввести вниз вот его открыть бы он при открывается но пока мы не делали функционал али а а значит это у меня такая штука опуститься получается на лифте вниз вот здесь такое вот помещение кстати с виду она кажется маленьким но нас здесь очень много чего это именно хранилище здесь в россии различные витрины а а и далее можно пройти а можно сюда армию перейти не знаю она она да а а а а вы смотри проблемы с смотрим с поставкой материалов есть такое вот но и здесь такое на самом деле очень большое помещение здесь виндок погреб виничка потом вы здесь заходить если здесь тоже достаточно такие большие развилки здесь каналы можно крокодилов сюда пустить Да-да-да. Чтобы они съели кого-нибудь. А мне там что-нибудь? Каких-нибудь зомби или что-нибудь с зомби? А что? А что? А что? А что зомби нет. А они нужны? Прикольно было бы повоевать за зомбоками. Было бы остров для туристов, которые хотят повоевать тупо. И, извините, да, привату и школьникам, да, и РП шли. Зомби, мне кажется, всё-таки это немножечко не подойдёт. Так, я... 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 где я? Вот я сзади. Угу. Личные... Вот, ну и здесь тоже-таки небольшие помещения, там каналы, здесь тоже можно... Здесь уж выхода из здания в основном... Фу, глядь! Я, шик, гендерач. Ну, ничего, можно будет в химическую сдать. И здесь уже выхода идёт именно из поглеба наружу. Угу. 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 машина осталось в любом случае ворота закрыты поэтому таким образом так можно сейчас будет а что именно нет не перепрыгнуть там текстуры да уже люди вчера пытались на экскурсии пробраться уже побыстрее до аэропорта ну ты что и потому что остров новый всегда все что добавляют новое но не оптимизирован здесь очень много деталей мелких и возможны они просто не так сильно хорошо оптимизировано плюс основной остров он же был сделан еще 2015 во время выхода сама гитая спит онлайн вот этот острову добавили только сейчас ну и как бы они рассчитывают остров под новой машины современ компьютер а в логичном не знаю это уже и тела рукстара чем больше как бы свободного пространства и далее миссии ты чё полетел я буду на авиации по нежке буду пробуждать ну очень для вы вы Ай, идём, ай, 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 ай. Да, ну вот, в принципе, так, уже всё в основном рассказано. Нам осталось только, в принципе, приземлиться от того санкция. Зайти на посадочку. Да. Пока можно зайти на посадку, поставить шасси. Будет санкция разрешение. Разрешение надо санкция. А разрешение есть. Есть. В пятой посадочке. Будет. Мы далеко не улетели. Не уехать. Будет. Вернемся в наш ангар. Так. Да, да. Да, да. А мы... 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 А на самолёте быстрее. Возьми. Жаль. Меньше, как мы не полетаем. Мы не полетаем. Да. Ну, почему не полетать? Возможно потом будут какие-нибудь работы там, кроме кукурузинка. но вообще в принципе смелета можно и мышка еще управлять но это не так удобно я попробуйте ой тачпад это вообще я тоже так думаю разу пообщаться рассказать что-то новое для кого-то что-то интересное что-то интересное